Невозможно представить себе мир безумных гаджетов, новейшей техники и множества электронных приспособлений, которые, как правило, облегчают жизнь современного человека, человека взрослого, не ребенка. Но как бы взрослые не пытались оградить детей от этой опасности, малыши все равно начинают всем этим пользоваться. И тут уже сделать общение ребенка с девайсами безопасным для зрения задача не только для родителей, но и для учителей. Например, в Брестской средней школе номер 26 этой теме уделяется особое внимание. Наряду с общими правилами взаимодействия с техникой в стенах школы во время уроков регулярно проводятся занятия, необходимые для расслабления детских глаз. На каждом уроке для отдыха глаз проводится физкульт-минутка. Физкульт-минутка делится на две части. Одна из них, часть это для глаз, вторая подвижная. Физкульт-минутка для глаз проводится в середине урока, примерно на 23-25 минуте урока, для того, чтобы глаза отдохнули от урока, от напряжения. Проводятся физкульт-минутки разными способами. Самое простое и самое действенное – зажмуриться на некоторое время, чтобы глаза отдохнули. Потом посмотреть вдаль. Опять зажмуриться вдаль и так трижды. Очень здорово, что все мероприятия, непрерывно проводящиеся для того, чтобы информировать детей об опасности гаджетов, работают. Вот что совершенно точно малыши знают, так это то, что они оказывают вред для здоровья. И если зрение ухудшилось, придется идти к врачу. Мудро поступают и родители, ограничивая детям время пользования гаджетами. Мне родители в день разрешают сидеть в телефоне 20 минут, потому что они считают, что я могу себе испортить зрение, у меня может начать голова болеть. От телефонов портится зрение, наше воображение, фантазия, психика портится. Можно во что-нибудь врезаться, когда смотришь телефон. Это очень вредно, потому что портит зрение. Уже большая часть людей носит очки из-за телефонов, из-за гаджетов. Это очень вредно даже для детей, не только для взрослых, для детей, для всех. На ухудшение зрения оказывают влияние два основных фактора. Это генетическая предрасположенность и образ жизни ребенка. Например, на диагноз близорукость у детей влияет длительная нагрузка на глаза с близкого расстояния, а не только планшет или компьютер. Там обращаются родители с детьми, которые уже ходят в школу. Чаще всего это начальные классы. Не то чтобы первый класс, но второй, третий, до пятого класса обычно. Чаще всего там зрительная усталость, то есть поздно рекомендации. Но могут быть уже и проблемы посерьезнее, как близорукость потом. Но чаще в этом возрасте. И еще по тенденции это выпускники, то есть 11 класс, когда идет нагрузка на зрение. Ну может быть еще класс 9, такой именно пограничный перед экзаменами. Так как дети не в силах нести за себя и свое здоровье ответственность, эта задача лежит исключительно на плечах родителей. Только они могут предостеречь от возможных проблем своих детей.